Вы знаете, вот только что прозвучала фраза в отношении того, что позиция посла. МИД Германии четко заявил на следующий день, что это не позиция посла, это позиция МИДа Германии и Федеративной Республики Германии. Это первое. Второе, когда мы говорим о Минских соглашениях, что они утратили свой смысл, то я думаю... Я удачу даже понимание немецкой стороной... Я думаю, что это, ну скажем, хорошее рассуждение. Это рассуждение для коммунальной кухни, но и эксперты, и государственные деятели должны говорить о том, какая альтернатива для Украины может быть невыполнение Минских соглашений. Вот когда эксперт, который близок к администрации президента, говорит о том, что Минские соглашения это не наша стратегия, это тактика, фактически говоря о том, что это тактика по затягиванию времени, я думаю, что это лишнее подтверждение того, к чему ведет нынешняя власть. О том, что единственный путь для нас это Минские соглашения, в очередной раз сказали наши гаранты выполнения этих соглашений, главное это Германия и Франция. Это подтвердила новая администрация Соединенных Штатов Америки. И когда говорится опять же о том, что вернулись тезисы о поддержке Украины, они никуда не уходили. Никто из официальных представителей Соединенных Штатов Америки, ни предыдущей администрации, ни нынешней администрации ни разу не говорил о том, что Украину не надо поддерживать. Украина должна сама защищать свои интересы. И если наша стратегическая цель это возврат территориальной целостности и мира в нашу страну, то мы, мне кажется, должны прислушаться к нашим международным партнерам и выполнить Минские соглашения. Вспомните, дорогие друзья, хотя бы одно соглашение за все 25 лет, которое по отношению бы к нашей стране было выполнено. Будапештское соглашение? Хрен там нет. Забрали ядерное оружие, дали бывшее употребление пожарные машины, пожарные машины, да? Все. Обезглавили нашу страну, фактически обезоружили, и сегодня мы один на один с русскими, которые имеют самый большой ядерный потенциал. Вторая история. Европейский Союз и Украина. Пожали руки, договорились, страна пролила кровь. Погибли молодые ребята за право нашему государству, цивилизованному, нормальному государству, которое все вышло на улицу бороться за свой европейский выбор, быть европейской семье. Насколько мы продвинулись? Мы-то продвинулись. 144 изменения внесено фактически в тот план, который нам был предложен. Мы много поменяли, но с той стороны рука не протянута. Дальше. Безвиз. Тоже. Сколько обещаний? Нас не ждут там. Нигде нас не ждут. И сегодня также Минск. Минск-1, Минск-2. Я вам хочу сделать прогноз. Будет Минск-100. Будет Минск-100. Почему? Почему об нас вытирают ноги? Потому что мы никогда не были стороной в международной геополитике. Мы не были никогда стороной. Почему мы не были стороной? То сами виноваты. Парламент виноват, администрация виновата, Кабмин виноват, украинская политика виновата и немножко виноват народ. Вот. Посмотрите, что происходит в парламенте. Сегодня пятница. 20 человек. Вчера было 40 человек. Позавчера было 60 человек. Условно говоря, на работе. Но вы хватало ли 50? Сегодня 16 было перед закрытием. Послушайте, нет единства в стране. Партии друг друга раздирают. И народ виноват. В чем? В течение 20 лет выбирают тех же людей, которые проваливали украинскую позицию в международных переговорах. Поэтому выход здесь только один. Не решим мы через Минск проблему с этой войной. Не решим мы через Минск ситуацию с Ордо на Востоке. Не решим мы через Минск возвращение Крыма. Не решим. Нам нужно сегодня всему народу объединиться и избрать в принципе новую власть. В принципе. Понимаете? И эта новая власть... Я закончу. Это очень важно. Я же ждал целый час. Это новая власть должна обратиться к украинскому народу. Обратиться с призывом к единству. Если нужно, будем воевать за каждый кусок нашей земли. Если нужно, будем единым большим фронтом защищать Крым, защищать Восток, возвращать Восток. Нужно будет новые территории завоевывать. И повести новую элиту, нашу новую, повести нашу страну к этим победам. Нужна новая элита, которая придет на следующие 20 лет и за 20 лет сделать эту страну лидером в Европе. И социал-демократическая партия готова взять за это собеса. Мы стремимся к миру. Мы хотим мира. Но мы хотим мира не любой ценой, и не путем, и не ценой капитуляции Украины. На украинских условиях, и по нашим правилам, и по украинским законам. Спасибо. Друзья, то, что вы говорите, напоминает такой конец одесского анекдота. Или снимите крест, или наденьте трусы. Получается очень простая ситуация. Президент сегодня говорит о том, вернее, вчера, я прошу прощения, говорит о том, что эта позиция никак не соответствует позиции нашей политической силы. Хотя Гончаренко является заместителем руководителя фракции. Вы сейчас Гончаренко защищаете. Германия наш главный, не просто друг, а это страна, от которой мы полностью зависим. Продолжение следует...